При коррекции носослезной борозды пациент приходит на процедуру, вот у меня проблемы, я хочу решить, я отекаю, у меня вот есть собственные грыжи. Бывает, что пациенты уже консультировались у хирурга, и он им отказался, вы походите пока еще несколько лет. И они приходят и говорят, ну я же не готова ходить с такой ситуацией, мне хочется хорошо выглядеть. Я понимаю, что эти синяки меня раздражают, я вижу это на фотографиях, в лифте, в метро, когда падают тени. И это меня расстраивает. Это называется грыжевые отеки первой-второй стадии, они только начинаются. В этот момент грыжа как мешочек, который со временем растягивается, и жидкость в ней становится больше, задерживается больше и меньше эвакуируется. Это происходит практически у всех. Те, кто склонны к отечности в раннем возрасте, те, кто менее склонны к гормональную перестройку, в период климакса с этим сталкиваются. Сказать, что всех надо оперировать, отправить и убрать, тоже нельзя. Есть определенные стадии. Вот первые две может корректировать косметолог. Заложить филер над грыжей, не трогая ее никаким образом. И под грыжу, под мышечную. То есть зайти в несколько слоев и выложить таким образом, чтобы просто камуфлировать грыжу. Прятать ее между филером. И массаж здесь однозначно будет показан при реабилитации. Грыжу мы никуда не деваем. Ни один косметолог не может ничего с ней сделать. Не рассосать, не везти туда какие-то препараты. Это даже очень опасно. Потому что некоторые советуют, давайте введем, вот сейчас очень многое, у нас рассосем и это будет. Нет, только хирург может ее правильно перекрыть, правильно удалить. На раннем этапе мы можем только скамуфлировать гиалуронкой, опять же, правильно выбранным, пластичным препаратом, минимально отечным, максимально сертифицированным, проверенным по всем технологиям. И, конечно, опыт врача, который позволяет видеть, куда подложить, где какая тень. Глаза у всех разные. Начиная от многолуидного разреза, заканчивая нашим славянским типом больших открытых глаз. Поэтому всегда нужно учитывать анатомическое строение, чувствовать, где мышцы располагаются. Крайне опасно выходить за костный элемент, глазничное дно, потому что филер можно ввести в глазницу. Соответственно, всегда должен быть контроль у врача, что он делает, зачем, почему. И всегда минимализм от минимума к большему. Ни в коем случае не надо сразу выбирать большое количество препарата. Как я уже и говорила, 2 мл – это вот та золотая середина, выше которой не надо уходить. Также очень важен препарат, чтобы он был последнего поколения, высокого качества, чтобы он был максимально пластичный. Если берется более плотный препарат, он должен находиться при остальном подмышечном доступе, чтобы, опять же, не спровоцировать отеки. Самая частая жалоба пациентов, которые обращаются от других врачей, что я отекаю, мне-то что-то ввели, что-то сделали, как правило, связана действительно с нарушением технологии самого врача. И в меньший процент, когда пациент сильно склонен к отекам, и ему просто противопоказано введение туда. То есть можно альтернативно сделать с альтеру, как самый запасной вариант, термаж, альтеру в этой зоне. Но филеры тогда мы уже не можем положить. 10% таких пациентов существует. Это не считается грубым нарушением или осложнением. Это индивидуальная особенность. Как любая аллергия, у кого-то на мед, на пыльцу, здесь нужно с этим тоже считаться и быть готовым к этому моменту. Продолжение следует...